Терпение лопнуло. Члены Совета Безопасности ООН требуют новых, жестких санкций в отношении Северной Кореи. Против только Россия. Все подробности узнаем от Дмитрия Анопченко. Он следил за ходом заседания ООН. В седьмой раз только за этот год Совбез ООН собирается, чтобы обсудить КНДР. И пять из этих чрезвычайных встреч после очередных запусков ракет. Казалось бы, уже столько громких слов сказано, но именно сейчас дипломаты готовы озвучить самые жесткие требования. Ведь сейчас случилось то, чего организация Объединенных Наций всеми силами пыталась не допустить. Северная Корея не просто очередные испытания провела. В Хиньян теперь заявляют, что они тоже ядерная держава и располагают межконтинентальными баллистическими ракетами, способными поразить цель в любой точке мира. Вроде так много сделано, но не додавили, шепчутся в кулуарах штаб-квартиры ООН дипломаты. А в зале Совета Безопасности звучат требования не дать Ким Чен Ыну продвинуться больше не на шаг. Когда наши обращения, призывы и предупреждения систематически и преднамеренно игнорируются, следует положить конец этому опасному развитию событий. Переговоры всегда предпочтительнее, но нынешняя ситуация уже не позволяет их вести. Хедлайнеры жесткой линии. Помимо Франции, традиционно Великобритания и Соединенные Штаты. Ники Хейли даже применением оружия пригрозила. США готовы использовать все возможности, чтобы защитить себя и союзников. Один из инструментов – наши военные силы. Если нужно, мы их задействуем. Впрочем, есть и другие методы. У нас большие возможности в области торговли. Штаты попытаются сейчас взять Северную Корею измором. Хотят ударить по всем, кто соглашается с нею торговать. А значит, перекрыть поток валюты и нефти. Хотя придется сложно, ведь основной торговый партнер режима – сосед по столу переговоров Китай. И это не только план Хейли, это план Трампа. В ООН нам рассказали, что за несколько часов до этого заседания американский посол получил указание лично от президента Соединенных Штатов. Не допуская ни малейшей возможности войны реальной, готовиться к войне торговой. А еще добиться усиления санкций. В усилении санкций Штаты безоговорочно поддержал Киев. Мы не можем ждать, пока пройдут новые атомные испытания или запуск ракеты. И не поддержала Москва. Санкциями проблему не решить. Мы ее таким образом только загоняем в тупик. Тем более неприемлемы любые попытки ее силового решения. Неофициально дипломаты говорят, мол, Россия намеренно пошла на конфронтацию, чтобы выбить себе лучшую стартовую позицию на переговорах Трампа с Путиным. И если придется, то потом отступить по Корее вместо Сирии и Украины. Эта игра американцам понятна. И несмотря на всю важность корейской проблемы, переговоры в Гамбурге все равно пока что событие номер один. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.